Приветствую вас, давайте начнем так. Сначала вы начали меняться, у нас много слова начало, да? Вы начали меняться, и вы подрослили после того, как бросили свою девушку. Вы поняли, что вы ее не ценили, вы поняли, что в общем-то вели себя по отношению к ней неправильно и пытались ее вернуть. Уже исходя из ваших новых взглядов и того, как вы видите ситуацию, ее, себя и так далее. И вот при ничем поговорить о вас, давайте поговорим о девушке. Не кажется ли вам странно, что девушка, вспоминая о вас по ее словам каждый день и испытывая к вам определенные чувства, так упорно не желает дать вам второй шанс? Ведь это нормально, что человек ошибается, это нормально, что человек какие-то вещи там не осознает, не понимает, да? Это нормально. Но она не дает вам даже шансов, она вам не верит. И это скупе с тем, что вы написали по поводу того, что она испытывает к вам якобы чувства. Ну, мягко говоря, странно. Потому что, если бы человек испытывал к вам чувства, он бы точно стремился бы к вам, а увидев, что вы реально делаете что-то, она бы волей-неволей дала бы вам второй шанс. Исходя из этого, можно сделать вывод, что человек, осознанно или нет, вами манифулирует. И никакого противоречия в действительности нет. Либо человек специально внушает вам, что любит вас, чтобы вы мучились, и тем самым мстит вам за то, что вы причинили ей боль, за то, что вы бросили ее, там, унизили и так далее. Либо человек действительно верит в то, что говорит, но так быть не может. Нельзя любить человека, видеть, что он изменился, и не давать ему второго шанса. Это, знаете ли, действительно противоречие, но это противоречие девушке, не ваше. И оно, это противоречие, к сожалению, говорит о чем угодно, но только не о любви к ней. Теперь поговорим, о нелюбви к вам, к вам. Теперь поговорим по поводу того, что происходит у вас. Значит, ну, во-первых, вы понимаете, что безумные лицамилили. Далее вы, вот, написали, ну, тут понятно, что вы всем сердцем ненавидите себя тогда, и очень хотите ее вернуть. Знаете, вот, у меня складывается ощущение по вашему сообщению, что вы себя не принимаете до конца, и девочку воспринимаете как средство для достижения своих целей. Как это происходит? Давайте попробуем немножечко с этим разобраться. Ну вот, были вы эгоистичны. Вопрос заключается в том, а кто не был? Вот кто не был эгоистичным? Эгоистичными были все. Я уверен, что и в девушках тоже была ваша в чем-то эгоистична, и вы были эгоистичны. И все люди, так или иначе, когда-то в чем-то, бывают эгоистичными. Это нормально. Другое дело, другое дело, что кто-то этого не понимает и остается на том же уровне. А кто-то это понимает и растет дальше, развивается, как-то меняется и так далее. Так вот, вы поменялись. Вы изменились. Вы стали другим. И это хорошо. То, что вы стали другим, это здорово. Но почему вы оскорите себя за то, с каким вы были? Но вы не могли тогда осознавать того, что вы действовали неправильно. Вы действовали так, как вам казалось наиболее верным в тот момент. И для вас это было правильно тогда. Потом мы вышли из ситуации, то есть вы из одной ситуации пришли в другую. И осознали, что действовали неверное. Это естественный процесс, который, ну, совершенно объективно, совершенно адекватно отображает генгенезис человеческого развития. И в этом заключается и большой парадокс. Что когда вы находились в одной ситуации, вы не понимали того, что вы делаете правильно или нет. И поняли это только иногда, когда оказались в другой ситуации. Но когда вы уже поняли, изменить ту ситуацию, у вас возможностей, к сожалению, нет. Я бы не сказал, что это что-то ненормальное, что это что-то неправильное и так далее. Это совершенно естественно. Вы изменились, и это прекрасно. Это здорово. Но ваша девушка не дает вам второго шанса, потому что не хочет. И если вы ее любите, то вы понимаете, что она без вас счастливее сейчас, так или иначе, раз она не хочет. И что вы можете сделать в данной ситуации? В данной ситуации вы можете сделать две вещи. Во-первых, приглашите эту девушку дружить. То есть, понимаете как? Вы хотите ее вернуть, вы ее очень настойчиво возвращаете. Но при этом со стороны ей кажется, что вы делаете это в том числе и в плече, что и раньше вы относились к ней плохо. То есть, вы раньше относились к ней плохо, потому что вам так хотелось, у вас был каприз. А сейчас вы хотите ее вернуть тоже, потому что вам так хочется и потому что у вас каприз. И девушка принципиального различия в вашем поведении не видит. Просто направленность у этого поведения другая. Это да. Направленность другая. А вот принцип, по мнению девушки, один и тот же. Вы тогда делали то, что хотели, сейчас вы тоже стараетесь делать то, что вам хочется. По сути, ничего не изменилось. И для того, чтобы действительно показать девушке, что вы поменялись, что вы стали другим, нужно показать, что вы не хотите ее вернуть. Не хотите обязательно быть с ней. Не показывать ей этого. А ну и напротив. Сказать, что вы осознали тот факт, что она хороший человек. Вы осознали, что она вам дорога. И вы хотите с ней продолжать общаться. Но как друг. Потому что понимаете, что она твои счетки уже построила. Или строит. И общаясь с ней, как друг. Будете показывать ей свои изменения. Не в плане поступков, не в плане каких-то действий. Вы будете своим отношением показывать ей, что стали другими. Сам факт того, что вы предложили бы ей дружбу, то есть как бы приняли ее такой, какая она есть. Приняли бы ее желания. Любые желания, неважно какие. Уже сказала бы о вас, как о человеке, который изменился. Я верю, что вы изменились. Я верю, что вы понимаете, что вы были эгоистичны. Но, скорее всего, модель поведения у вас осталась привычной. А ее тоже нужно менять. Итак, я надеюсь, этот момент мы с вами уяснили. Что, если вы хотите девушку вернуть, то к ней нужно общаться на том уровне, на каком она готова с вами общаться. А готова она с вами общаться, скорее всего, именно как друг. Значит, будьте ей другом. Пока что. На данный момент. Если вы ее любите, если вы действительно хотите для нее самого лучшего, то сделайте так, чтобы она была счастлива. Счастье для нее погнать, это без вас. Примите это и общайтесь с ней так, чтобы вы могли сделать ее счастливой настолько, насколько это для вас сейчас возможно. А возможно это для вас только, если вы будете ее другом. По крайней мере, на данный момент. И еще раз, на данный момент. Если у нее есть чувство, она увидит, что вы, в общем-то, преследуете только ее интересы, и рано или поздно она начнет с вами сближаться. Или нет. Но это не важно для человеколюбящих. Скажем дальше. Поговорим о том, что она вам снится, о том, что вы об безотходности начали ходить по женщинам направо и налево и так далее. Все это напоминает фрустрацию. Очень сильно напоминает фрустрацию. То есть, ощущение, когда вы не можете получить то, чего хотите, не может мне этого добиться. Из-за этого испытываете негативные эмоции и, собственно говоря, пытаетесь это как-то заместить. Давайте подумаем с вами вместе, чего вы хотите добиться для себя через девушку. Для чего вам второй шанс? Чтобы исправиться? Чтобы доказать кому? Ей, чтобы больше не эгоист. Зачем? Для чего лично вам доказывать ей, что вы больше не эгоист? Почему вы не можете без нее, что вы потеряли вместе с ней? Это вам нужно восполнить. Самому без нее. Потому что, пока вы этого не делаете, вы не являетесь зависимым от девушки. И она понимает, что вы им не нуждаетесь. А раз вы не нуждаетесь, значит, вы опять-таки ведете себя эгоистично. Чтобы в отношениях вести себя не эгоистично, нужно не реализовывать свои личные желания через любимого человека. А любимого человека нужно просто стремиться делать счастливым. И все. Вы пока этого не делаете. И таким образом можно сказать, что вам необходимо для себя прямо вот визуализировать ваше желание, которое вы хотите восполнить через девушку. И восполнить их самостоятельно, реализовать их самостоятельно, и чтобы не быть зависимым от нее. А с ней общаться, уже будучи полноценным, уже будучи независимым, и недостаточным, и чтобы от нее ничего не требовать, но, напротив, ей что-то давать. Пока вы только от нее лишь требуете, и обе требуете начать отношения. Особенно или нет, но вы ведете себя так, по крайней мере, по мнению девушки. И вот так можно ответить на ваши вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!